Есть игра в карты Из всех игр, какие есть сегодня на земле Считается самая опасная игра Преступников вообще нету, которые не играли бы в карты И когда бумага отбирает все, они умудряются хлебом намазать там материю, там что угодно Дальше печатает на ней Что угодно делает, лишь бы карты были Карты это все Сначала подкидного, потом дурака, там пассиан Карты ворожба, они идут рядом И священник исповедуя спрашивает Не играл ли в карты, запятая, не ворожил ли Игра в карту, которая у нас есть И недавно я прочитал, что означают все эти цвета, губи Какие там черви, пики Все это говорит о страданиях Христа Заложен такой смысл о Голгофе Я не утверждаю это, я прочитал это в церковном журнале Пошел в интернет искать, там еще больше нашел Я прочитал и попросил, господи, удали меня из памяти, чтобы мне этого не помнить Почему? Запишите Откровение, 2 глава, 24 стих Подчеркните вместо этого Который не знает так называемых глубин сатанинских Сказывай, что не наложу на них иного бремени И 25 стих Только то, что имеете, держите, пока приду Я считаю это глубинами сатанинскими И никогда в это не входил Если сейчас сказать, объяснить как, я даже не смогу Но каждое название Вот это дамы, пики, валет Все имеет определенный смысл посрамить христианство По моей вере, мне этого вполне достаточно было Ну зайдите в интернет, вы найдете Что означает карта, напишите Церковь там какой-нибудь Алтайская миссия, где она напечатала К картам не прикасаться Я как-то говорил тут одним нашим знакомым У нас отец был маловерующий Он за стол садился, три покона положит Выпивал, сквернословил Когда пьяный, покуривал И нам говорил Хочешь курить, кури Хочешь пить, пей Но не кури, не воруй, в карты не играю Узнаю башку отшибу Он работал на торфо-разработках Мы, говорит, спать ложимся А они играют, утром, говорит, встанем Там воткнутый головой проиграл себя Там в торф И он на это смотрел, как на смерть Я благодарен отцу, что он дал понятие о картах Карты в руки не брать Кто брал, играл Выход только один Идти к священнику Она действует немедленно Это проклятие В карты играют, имеют связь с сатаной Карты сказали Карты выпали так Есть такое слово Карта, на которой показаны разные государства Вот заметьте, схожесть слова Границы моря А что эта карта показывает? У ней тоже есть границы и моря Когда начинаешь задуматься Крапленые карты Мошенствуют на них Играют В рулетку Если проиграл, значит рулетка Знаете, русская рулетка Семь патронов Барабан крутит А где остановится, не видит Теперь к виску А дальше, видите, штрафбат показывает Он поставил и как раз выстрелил Патрон как раз оказался Наголу Дальше его нет Игра Дурь до игра не доводит до добра Запиши Дурь до игра не доводит до добра Я в самом Сжатом виде Вам это показываю По этой теме Все остальное можно уже найти там Моя цель дать понять О компьютерных играх и о картах Что я сам не знаю То я и сказал Я не знаю Как он играл с альбами Я не знаю Как играл Исаак Среветка Я не знаю Не написано нигде А чего в Библии нет Говорят о том не рассуждаем И я стал думать А есть ли что опаснее карт Игральных карт И знаете, я нашел Я всегда считал Карты это самый ад Уже до ада дошли Я нашел, что еще дальше Еще что-то есть дальше Дальше ереси А вот что такое Вам оставить на размышление или сказать И притом этот грех в церкви В церкви И притом не умеря Но у священства Вот самое-то ужасное В чем дело Оставьте себе для размышления Подумайте Посмотрите, найдите И это в большинстве церквей Эта игра идет В игре человек Он не тот, какой есть Он себя показывает другим Вот он переодевается Ну, работает, допустим Учителем А переоденется Играет роль царя Зато тот актер переоделся И царь Все его почитают царем Опять все уже одел одежду Он не кто медник Там какой-нибудь кузнец И прочее Так вот игра Самая опасная Идет в церкви и в алтаре Именно в священство И намного опаснее даже Чем карточная игра Я сам исследованием К нам один приходил Его посадили Он сидел в тюрьме А я посещал А его сестра узнала Что я его знаю Владимир Суртаев Он под Степновский Он в Кытманово был И там дом присвоил Там машину Его епархия подала Его посадили И потом много ему дали А я в тюрьму В каждую камеру Имел доступ И с ним сообщался Там у меня отец Владимир Там Володька Эй Володька Иди к тебе пришли А он до этого Людям говорил Не ходите к ним К Лапкину Они сектанты У них икон нету Божьей Матери не прочитают А я за него ходил Когда тайствовал В прокуратуре Вплоть до Москвы И ему срок сбавили Наконец выпустил А я хлопотал Ходил за него И он выйдя Стал к нам ходить на службу И теперь я его спрашиваю Отец Владимир Ну ты знал Что у нас иконы есть? Конечно знал Ну а ты знал Что мы Божью Матерь почитаем Достойно Богородица поем Ну ты знал? Знал А как же ты людям-то это говорил? Для чего ты это делал? А чтобы к вам люди не ходили? Чтобы люди не ходили Он шел на подлог На ложь Понятно? Я для этого принес газету Вы увидите тут знакомого человека Газета эта называется Знамя труда Ребрихинская районная газета Можете записать Среда 27 июля Вторая страница Так Сергей Павлович Я попрошу просчитать Вам это интересно будет Вот отсюда Хотя называется Добро пожаловать Или посторонним вход запрещен Я временем буду останавливать Пояснять это А потом дальше считать Ситуация Хорошо у нас получается Создавать проблему На пустом месте Вы понимаете Когда ничего нет Вот создать какой-то конфликт Что-то недопонимание Это искусственно все делается Чтобы нас поссорить Немногочисленные прохожие В центре Ребрихи Могли наблюдать Странную картину Свыше 30 человек В патриархальной одежде Снимали видеокамерами И фотоаппаратами Выступления Работника Дома культуры П.А. Кабанова П.А. Кабанова П.А. Андреевич Тот Произнося речь На крыльце Дома культуры Жестикулировал В стиле Американского проповедника Сектанта То есть он нас сектантами Называет А его продернули Как сектанта Притом Корреспондента Я не знаю Речь сводилась к одному Я вас в клуб не пущу Потому что вы сектанты Мне так сказал Отец Олег Местный священник Патриарх Патриарший священник Сказал А у священника Когда-то были Благословились Вместе стояли Он нас благословил И теперь он объявляет Что сектанты Понадобилось время Чтобы разобраться В сути зрелищного конфликта Оказалось Что члены Официально зарегистрированы Православной общины Из Потеряевки Во главе С известным проповедником Игнатием Лапкиным Решили организовать Встречу с ребрихинцами По этому вопросу Была достигнута договоренность С руководством Дома культуры Как раз мы договорили Что они откроют Все Он же как раз Разрешение-то давал Заблаговременно Появились Объявления О встрече А в день ее проведения Члены общины Обошли сотни домов Приглашая ребрихинцев В дом культуры Со связей Евангелия дали Как всегда И вдруг Скандал У закрытых дверей Лично я Я являюсь Противником Того что Религиозные организации Используют Учреждения культуры Для своей Миссионерской Деятельности Считаю Что налогоплательщики Содержат их Для иных целей Церковь кажется Еще не отделена От государства Если сегодня Служители культа Привлекают Паству В учреждения культуры То гипотетически Можно предположить Что завтра Уже в культовом Помещении Работник культуры Работники культуры Устроят КВН Конкурс Веселых и находчивых Возможно Я не прав И пошел На поводу Своих Атеистических Убеждений Тем не менее Минувший Скандал Вызывает Вопросы Во первых Если достигнута Договоренность Ее надо Соблюдать Причем Договоренность Следует Оформлять Документально Во вторых С каких пор На местного Священника Возложили Обязанность Секретаря Райкома КПСС По идеологии С правом Решать Кого в клуб Пускать А кого не Пускать Самая главная Суть Он сказал Раньше Решал Секретарь По идеологии КПСС А почему Да они Выкормыши Оттуда У них Вся тактика Подход Ну потому что Это пятый отдел КГБ Как отец Глеб Якунин Говорит Московская Патриархия Пятый отдел КГБ Он так Везде Пишет Сам я Рекомендации Отца Олега Не слышал Но с крыльца Его имя Как инициатора Запрета Звучало Не раз В разгар Конфликта Прозвучала И фамилия Прокурора А.В. Грибанова Что Очень удивило Правда В ходе Разговора С ним На следующий День Выяснилось Что он Всего лишь Общался С главой Сельсовета М. И Селивановым И обратил Внимание Того Что при Организации Подобных Мероприятий Надо исключать Случай Распространения Экстремистской Литературы А в качестве Примера Привел Свидетели Иеговы Отдельные Публикации Которых Федеральными Судами Признаны Экстремистскими Мы когда Приехали Только выходим Милиция стоит И сразу же разговор А вы Свидетели Иеговы Да нет Я милиции Не коснулся А когда тут Подъехали Тоже Ничего Нет А им нужно Подвезти Подсвидетели Иеговы И священник Им дал намек Что это Свидетели Иеговы Говорят Хотя они Такие же Граждане Работают Зарегистрированы Платят налоги Их преследовать Нет основания Никакого Вот так В центре Села На пустом месте Организовали Скандал Оскорбили Людей И припозорили Ребриху Только потому Что действовали Не по закону А круги От скандала Пошли по всей России Ведь на камеры Снят материал Который сделает Привлекательным Любой сайт О казаков На снимке Не пущу Сектантов Храм культуры Фото Из интернета Я пошлю вам Дам газеты Дальше внизу Еще Кстати В данной ситуации Профессионализм Продемонстрировал Экипаж Патрульно-постовой Службы Заметив Непривычное Оживление Удобной культуры Подъехали Оценили Обстановку Пришли к выводу Что угрозы Общественному порядку Нет и уехали Так и было А он стоял И махал Узвал их Этот кабанов Вот Я дам вам Посмотрите Кто здесь есть